Сегодня на полках магазинов можно встретить абсолютно разные нетканные укровные материалы, которые отличаются друг от друга своей площадью, своим качеством и конечно же они абсолютно разных ценовых категорий. Так что же выбрать и стоит ли за это переплачивать? Сегодня мы проведем дачную экспертизу и за советом обратимся к специалисту. Ведущий программы дачная экспертиза отправился в магазин товаров для сада и огорода, чтобы разобраться чем различаются нетканные укровные материалы, в чем их плюсы и минусы и как выбрать универсальный. За советом Сергей Новиков обратился к консультанту магазина. Здравствуйте. Добрый день. Я выбираю нетканные укровные материалы и мне нужна ваша консультация. Мне очень хочется выбрать нечто оптимальное по цене, по качеству и по многофункциональности. По цвету. Он бывает разных цветов, нетканный материал. Ну вот в частности у нас здесь рядышком есть черного цвета, нетканный материал, может быть белого цвета. Черный материал используется для мульчирования. Чаще всего для того, чтобы накрыть грядку. Черный цвет притягивает солнце, нагревается растением, это тепло хорошо. То есть грядка быстрее прогревается по весне? Прогревается, совершенно верно, да. Материал дышит, пропускает влагу, но за счет того, что он поглощает свет, свет дальше не проходит и сорняки, не получая свет, задыхаются и гибнут. Поэтому не надо применять дополнительных средств каких-то для борьбы от сорняков. Это экономично и экологично? Конечно, да. Белый материал можно использовать для... В том числе и для грядок можно использовать на парниках, на теплицах. Вместо пленки? Вместо пленки, совершенно верно. Полиэтиленовая пленка, она хрупкая, недолговечная, не любит заморозков, а нетканный материал, в том числе и заморозки, переносит. Поэтому нетканный материал используется чаще. Как можно сэкономить на этом материале? Что выбрать? Цена зависит от плотности материала. В зависимости от уровня плотности, нетканный материал можно разделить на несколько видов. Материал плотностью от 17 до 30 граммов на квадратный метр используется для защиты саженцев. Материал плотностью от 42 до 60 граммов на квадратный метр прекрасно подойдет для теплиц. А материал плотностью 60 граммов на квадратный метр можно назвать универсальным. Материалы с плотностью более 60 граммов на квадратный метр подойдут для хозяйственных и строительных работ. Вот у нас самый плотный нетканный материал, вот такой, 60 грамм, используется. Самый тонкий, 17 грамм, ну, совсем тонкий материал. Как паутинка. Совершенно верно, как паутинка, да-да-да, совершенно верно. Самые тонкие материалы чаще всего используются для грядок, для небольших грядок, и можно использовать при посеве семян, чтобы закрыть поверхность от птиц, чтобы они не выклёвывали семена, и сэкономить, в том числе, и на семенах дорогостоящих. Он очень лёгкий, поэтому если им накрывать грядку, то растение совершенно спокойно растёт, и не испытывает веса, и не сгибается, пропускает свет и воду. А за счёт того, что пропускает воду, соответственно, поливать можно, не снимая нетканный материал. Да и просто пользоваться атмосферными осадками. Да, да. То, что через нетканный укрытной материал можно растения поливать, это я понял. А как их подкармливать и как ухаживать за растениями? За счёт того, что нетканный материал пропускает влагу, можно использовать жидкие удобрения, не снимая сам материал. А для чего используют самый плотный нетканный укрытной материал? И самый дорогой, соответственно. Ну вот тёмного цвета, как я сказал, для мульчирования, а белый можно использовать для парников. Там можно даже, так сказать, оптимально использовать совместно и плёнку, и нетканный материал. Если мы с вами делаем парник, то стенки можно плёнкой обернуть, чтобы не продувались. А на крыше использовать нетканный материал. А он для чего будет служить? А он будет воздух пропускать, соответственно, растения будут дышать, будет пропускать влагу, осадки. Поэтому вот как раз оптимальный вариант. Я знаю, что сегодня в полиэтиленовые плёнки добавляют вещества, которые препятствуют проникновению к растениям ультрафиолетовых лучей, жёстких. А есть ли такая особенность у нетканого укрытного материала? Да, совершенно верно. Это может быть защита от УФ-излучения. Там в этом случае на упаковке будет написано. Для того, чтобы растение не обжигалось. При выборе материала обязательно смотрите на этикетке и смотрите на маркировку. Что там интересного можно увидеть и узнать? Да, вот, например, в данном случае с УФ-стабилизатором от ультрафиолетовых лучей. Она за счёт этого дороже, но, опять же, не будет растение гореть. И ещё, кроме того, этот материал не выгорает на солнце, как, допустим, тот же полиэтилен. Под действием солнечного света полиэтилен разрушается, а нетканный материал... Совершенно верно, сохраняется. И плёнка пачкается от пыли. Нетканный материал можно и стирать, и высушить, и использовать многократно. До 5-6 лет можно использовать, в отличие от плёнки. От плёнки, плёнка полиэтиленовая, это практически одноразовая. Один сезон использовали, она рвётся, приходится выбрасывать. Полиэтиленовая плёнка также бывает разной плотности и, соответственно, имеет различный срок службы. Основной недостаток применения плёнки как укрывного материала – невозможность прохождения влаги и воздуха. Кроме того, из-за скапливаемых на ней осадков плёнка может провисать, что уменьшает срок службы этого материала. Вы знаете, мне кажется, что укрывной материал – это тот материал, который используется практически везде на даче. Совершенно верно. Укрывной материал можно использовать не только на даче, он многофункциональный. Первое предназначение? Ну да, наверное, самое главное – для чего он может использоваться в саду. Кроме сада он может использоваться и в быту, для изготовления сумок, в медицине. И настолько он разнообразен, то есть его практически можно применять почти всегда, почти везде. Нетканный укрывной материал – универсальный продукт, новое применение которому находится каждый день. Сегодня в интернете можно встретить всевозможные ролики, которые рекомендуют использовать нетканный укрывной материал для изготовления всевозможных картин. Любые краски, которые вы захотите использовать – это и гуашь, и масляные краски, и всевозможные краски на водной основе. Ими можно раскрашивать этот нетканный укрывной материал таким образом, чтобы он приобретал невиданные доселе качества. Например, если вам предстоит организовать детский утренник или концерт, вы можете самостоятельно сделать очень красивые и неповторимые занавесы. Как это сделать? Очень просто. Вы отрезаете необходимый фрагмент нетканного укрывного материала, лучше, если он, конечно, будет большого формата, и отрезаете необходимое его количество. Нетканный укрывной материал очень легко режется. А самое главное – его можно прошить для того, чтобы даже самые большие фрагменты соединить воедино. Мне для моей работы потребуется кусочек примерно 50 на 50 сантиметров. В своей работе я буду использовать не только нетканный укрывной материал, но и масляные краски, которые находятся у меня под рукой. Чем ярче будут краски, тем более красивым и насыщенным будет рисунок, тем более красивым будут занавески и декорации для нашего детского спектакля. Я воспользуюсь кисточками, которые у меня есть под рукой, и возьму самые-самые яркие краски. Например, вот такую краску алую. И нарисую, например, красную звезду. Обратите внимание, что краска ложится очень ровно, но поверхность стола я покрыл пищевой пленкой. Для чего я это сделал? Нетканный укрывной материал – это материал пористый, поэтому он легко пропускает не только краску, но и жидкости. Мы можем легко испортить то покрытие, на котором мы с вами работаем. А используя обычную полиэтиленовую пленку, мы этой неприятности абсолютно легко и просто избегаем. Вот такая красная звезда у нас получается. Еще буквально несколько движений. И посмотрите, эта звезда будет выглядеть декоративно не только с одной стороны. С моей – с наружной, но и с обратной стороны. Материал легкий и легко просвечивается. Кстати, отпечаток звезды, который остался у нас на полиэтиленовой пленке, мы также можем сделать как трафарет для звезды следующей. И по этому трафарету мы нарисуем еще одну звезду. Она будет абсолютно идентичной первой. Одно из важных свойств нетканного укровного материала в том, что на нем очень легко и быстро сохнут любые красители, которые мы с вами используем. Например, на бумаге эта масляная краска высыхала бы в течение нескольких часов. На нетканном укровном материале достаточно всего лишь одного часа. Краска схватится, и наш рисунок будет закреплен навсегда. Была одна звезда, стала две звезды. На нетканном укровном материале можно рисовать очень красочные, сочные полотна. Любого абсолютно формата, какие вы только пожелаете. Но для этого, конечно же, потребуется намного больше времени, чем было сегодня у меня. Скажите, а еще какие предназначения у укровного материала могут быть? Нетканный материал еще и можно использовать, например, геотекстиль. Для того, чтобы создать дорожки, чтобы дорожки у нас не зарастали, можно постелить геотекстиль, а сверху какое-то уже свое покрытие. Не будет сорняков, не будет растений. Ага, то есть мы препятствуем росту сорняков в снизу. Совершенно верно, да. Также используется, когда на клумбах, допустим, в городе высаживают дерево, то вокруг него кладется нетканный материал. То же самое, чтобы не лезли сорняки, а сверху уже можно положить, ну, условно, я не знаю, там что, гальку, допустим. Декоративные какие-то элементы. При устройстве дорожек нетканный материал можно использовать между слоями, для того, чтобы слои между собой не перемешивались. Песок с гравием. Гравий более мелкий, с гравием более крупным. Для дорожек лучше использовать более плотный материал. 60-100 грамм на квадратный метр. Итак, что же влияет на цену? В первую очередь, плотность материала. А также дополнительные опции, например, наличие стабилизатора ультрафиолетовых лучей. Ну и, конечно, при выборе важно обратить внимание на размер полотна. Но, если нам с вами не хватает размера полотна, который мы с вами взяли, если это пленка, ее можно, ну, в быту это элементарно просто берется утюг. Испаивается. Совершенно верно, через газету, чтобы к утюгу не приклеил. А нетканный материал можно сшить нитками, можно прищепками приколоть. Да и так же склеить, мне кажется, его возможно. Можно и склеить, подобрать клей и увеличить площадь. Проведенная Сергеем Новиковым экспертиза доказала, что использование нетканых укрывных материалов наиболее эффективно и выгодно. А давайте я под вашим руководством выберу самый многофункциональный материал, но при этом оптимальный по цене. Что порекомендуете? Ну, я бы порекомендовал взять все-таки 60 грамм на квадратный метр. Это материал, который и по кошельку не ударит? Да, совершенно верно. Потому что бывает и большей плотности, но, в принципе, по большому счету 60 грамм достаточно. Можно взять и белый, и черный, потому что черный можно использовать как мульчирующий материал, а белый можно накрывать в парники грядки. Большое вам спасибо. Теперь я точно, вооруженный вашими знаниями, выберу то, что мне нужно для моей дачной жизни. Отлично. Удачных вам покупок. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok